И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. Надворенно заканчивается 3 апреля и традиционная вечерняя сводка с фронтов, что происходит на украинских фронтах. Начну с севера, здесь в принципе уже к вечеру, даже ко вчерашнему, даже позднему вечеру все определилось. Та информация, которую я собрал и которая приходит на протяжении всего сегодняшнего дня, говорит о том, что российская армия все-таки покидает полностью и Черниговскую, и Сумскую области. И те действия, которые она производила накануне, это была операция прикрытия для спокойного, беспроблемного вывода своих войск за пределы Украины. Ну и также эти войска далее тоже перебрасываются на юг, на Донбасскую битву. То есть огромное количество войск перебрасывается на юг, и с учетом того, что я наблюдаю, я так понимаю, еще на сосредоточение войск российским вооруженным силам нужно примерно 3-4, может быть, чуть больше дней. После чего они будут готовы уже начинать атаку со стороны Изюма. И чтобы эту атаку предотвратить, вооруженные силы Украины сегодня всеми силами пытаются удержать, минимизировать тот плацдарм, который создан российскими войсками южнее Изюма. Сюда перебрасываются подкрепления, идут тяжелые бои, и сегодня продвижений на этом участке фронта не отмечено. В свою очередь войска Луганской народной республики постепенно сжимают кольцо, ну уже полуокружение вокруг вот этого треугольника рубежного, вернее южных окраин рубежного Северодонецка-Лисичанска. Они поджимают его с севера, поджимают его с юга. В районе Попасной прорвать фронт не удалось, но чуть-чуть восточнее, вдоль Северского Донца, фронт противника постепенно прожимается. Пока о прорыве речь не идет, тем не менее, продвижение за несколько последних дней составило до двух километров. А с учетом того, что до Лисичанска здесь всего-то менее 10 километров, это довольно существенно. То есть войска ЛНР уже постепенно готовят отсечь от того большого котла, который планируется на Донбассе в северной его части, северодонецка-Лисичанскую группировку. В районе Горловки продолжаются бои, но существенное продвижение сегодня не отмечено. И также продолжаются бои в районе Великой Новоселки. Российским войскам сегодня удалось отрезать этот населенный путь с севера, но бои за Новоселку, скорее всего, затянутся вследствие того, что сам по себе населенный пункт расположен очень удобно. По сути, это островов вместе с слиянием двух рек, который соединяется с большой землей примерно километровым перешейком. Все остальное окружено рекой, и я так понимаю, что в этом районе украинские вооруженные силы засядут надолго. Хотя российская артиллерия здесь работает очень и очень мощно, и не исключено, что все-таки российским войскам удастся быстро овладеть этим очень трудным для взятия населенным пунктом. А войска Российской Федерации пойдут дальше в наступлении, вернее, они уже идут, и по данным, которые мне передают мои зрители, которые живут вот в этих населенных пунктах, то есть они мне сообщают, что по их данным российские войска уже взяли населенный пункт Раздольное, находящийся севернее Великой Новоселки, и пытаются развивать успех далее до трассы Донецк-Запорожье. Что касается Мариуполя, то здесь идет уже, по сути, зачистка, то есть уже на протяжении последних нескольких дней сопротивления Чагова, и пришли сегодня мне, вернее, вчера уже поздно вечером, и сегодня утром пришли подтверждения того, что значительная часть войск, принимавшая участие в штурме Мариуполя, она уже перебрасывается на север. Ну, я так понимаю, через уже несколько дней, может, дней через 5-6, когда уже ребята отдохнут, восстановят свою боеспособность, они могут принять участие в наступлении по окружению уже Донецко-Авдеевской группировки ВСО. Вот примерно то, что сейчас происходит на фронте. На этом пока у меня все, и до завтра.